Яркими встречами с игроками гонбольного клуба имени Мешкова брестских болельщиков не удивишь. Каждый раз они запоминаются своей зрелищностью и масштабностью. На этот раз мероприятие по случаю участвования прошлых и ожидания новых побед собрало в сынах Виктории самых разных людей. Всех их объединяло одно – интерес к спортивной жизни Бреста и, конечно, к известной гонбольной команде. Каждый год традиционный день открытых дверей встречает новых гостей. И это не может не радовать как организаторов праздника, так и самих игроков клуба. Мы должны привлекать тех интересных, прогрессивных, заинтересованных людей из бизнеса, которые есть в Бресте. Потому что я считаю, что наш продукт или наш клуб, я скажу скромно, один из лучших в Бресте. Поэтому вокруг этого клуба, вокруг нашего клуба мы должны аккумулировать всех интересных людей. Этим людям должно быть интересно работать с клубом. По словам Александра Мешкова, в этом году клуб отлично справился с поставленными задачами. Игроки выложились в полную силу. Это наблюдали и болельщики на протяжении всей серии сложных сезонных соревнований. Для них в этот вечер стало большим сюрпризом представление новых игроков команды, которые пополнили ряды уже опытных мешковцев. Есть определенные сложности по привлечению тех или иных игроков. Они должны понимать, где они играют, с кем они играют, для чего они играют и какая у них обстановка. Мы должны организационно, в том числе и по медикаментам, по обеспечению медицинскому, мы должны создать систему организационную для того, чтобы люди, которые к нам приходят, понимали это, да? Для этого у нас должен быть соответствующий тренер, соответствующий уровень, к которому будут идти игроки европейского статуса. Перед торжественным мероприятием прошла пресс-конференция с участием руководителей и главного тренера брестской гонбольной команды. На ней были озвучены планы на предстоящий спортивный сезон. Хорошей новостью для мешковцев в этом году стало прибавление в списке спонсоров, новых желающих поддержать развитие данного вида спорта. Я думаю, вы заметили, что на самом деле движение, раньше такого же не было, раньше такого не было, а сейчас уже есть. Поэтому посмотрим, что будет через год, да? Сравним этот баннер, вы сфотографируйте, оставьте, и через год мы сравним, кто прибавился, кто бавился. Получается у нас сделать продукт или не получается, понимаете? Поэтому вот, ну должно быть, понимаете, не может быть так, чтобы вот клуб, который стоит перед собой медициозная задача, он варил сам внутри себя. Он должен вокруг себя объединять всех. Масштабный праздник, день открытых дверей – результат долгой и кропотливой работы его организаторов. В этом году он был еще более насыщенным и впечатляющим. Особенно яркими эпизодами вечера стали выступления российских групп «Битва» и «Чаев», приехавших поддержать спортивные традиции Брещины. София Бережная, Сергей Куропатов, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.